На выставке «Портрет жены» в музее Пластова представлено около 35 живописных и графических произведений, большинство из которых экспонируется впервые. И впервые в одной экспозиции собраны портреты жены Аркадия Александровича, Натальи Алексеевны Пластовой, любимой модели художника. Их предоставила семья Пластовых. Самый ранний, 1926 года, портрет юной Натальи Пластовой, урождённой фон Вик. Она была из потомственной дворянской семьи. Но после революции фон Вики обнищали. Юная Наташа хотела уйти в монастырь. Первый раз Пластов увидел её в Германовском храме, где она собирала подать. Шесть раз он предлагал ей выйти за него замуж, и шесть раз она ему отказывала. Но, тем не менее, его чувства, настойчивость заставили Наталью Алексеевну сменить свои планы. И на покров в 1925 году они обвинчались в том самом Германовском храме. Портрет совсем юной Натальи Алексеевны Пластов нарисовал для родителей жены, которая переехала из Симбирска в Преслониху вместе с мужем. Между первым портретом жены и последним – долгая семейная счастливая жизнь. Они прожили вместе почти 50 лет. Торжественное открытие выставки состоится 31 января в 15.00. Совместно с региональным отделением Союза художников России в этот же день заработает большая областная выставка в галерее Союза. Преслониха традиционно тоже отметит юбилей Аркадия Пластова. На родине Пластова Николай Николаевич, внук великого художника, да, будет открывать большую выставку в Преслонихе, которая тоже из фондов семьи и будет посвящена жителям Преслонихи, портретом прислонцов, которые жили и знали Аркадия Александровича Пластова. По словам Анны Карвалейру, в юбилейный год в конце августа будет запущен новый культурный проект – фестиваль искусств Аркадия. В сентябре по традиции пройдет 13-я Международная ассамблея художников «Пластовская осень». В этом году возобновится вручение Пластовской премии. Кроме того, молодежную премию в области изобразительного искусства имени Архангельского получат два молодых художника. В планах сотрудничество с Третьяковской галереей и Пушкинским музеем, которые во время проведения Пластовской осени привезут свои выставки.